Москва угрожает Варшаве, Европа против Израиля, а известная правозащитная организация против военной помощи Украине. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Суд в Гааге выдал ордер на арест двух израильских и одного палестинского лидера, который считается мертвым. Украинский министр обороны ответил на вопрос о применении Storm Shadow по территории России. Шведская полиция расследует диверсию в Балтийском море. Даже известно, корабль чьей страны подозревается. И это не РФ. Спасибо, что смотрите. Спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии. Не забывайте подписываться на канал. Все это очень важно. Поехали. Путин решил выступить со срочным обращением, так сказать, к нации. Говорит, испытали новое оружие средней дальности. Угрожает другим странам, что ответ на придуманные им угрозы будет обязательно. Все это вместил в 7 минут. Еще раз хочу особо подчеркнуть, что применение противникам подобного оружия не в состоянии повлиять на ход боевых действий в зоне специальной военной операции. Наши войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения. Все задачи, которые мы перед собой ставим, будут решены. В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия 21 ноября текущего года российские вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали ее «Орешник». Современные, имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают. Это исключено. Говорит, создание этих ракет – это ответ на то, что США разрабатывает и размещает такие же, ну, свои, конечно же, в Европе. Действительно, договор об ограничении ракет средней и малой дальности прекратил фактически действовать в 2019 году. И именно этим договором регулировалось использование и конструкция, и создание подобных ракет. Но Путин говорит, что был он остановлен безосновательно. Похоже, это посыл Трампу, который как раз тогда был президентом. Россия угрожает в Варшаве. После открытия базы противоракетной обороны США в Польше, в Москве угрожают ее атаковать. Такое заявление сделала официальный представитель МИДРФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что Россия якобы готова применить широкий спектр новейших вооружений для атаки в случае необходимости. База противоракетной обороны в Польше давно пополнила список приоритетных целей для потенциального поражения, что при необходимости может быть обеспечено широким спектром новейших вооружений. Захарова также обвинила США в провокациях, утверждая, что строительство базы способствует нарастанию напряженности и стратегических рисков. Ну а мы говорили с вами в эфире Нехта Лайф о том, что 13 ноября в польском Редзиково состоялось торжественное открытие базы противоракетной обороны. Международный уголовный суд выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Бенемина Натаньяху и бывшего министра обороны Иоава Галанта. Их обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности, которые, по данным суда, были совершены в период с 8 октября 23 по 20 мая 24 года. Также ордер был выдан на арест лидера военного крыла Хамас Мухаммеда Дейфа, чья гибель была ранее объявлена израильскими военными. Суд утверждает, что Натаньяху и Галанта сознательно лишали гражданское население сектора газа предметов первой необходимости, таких как еда, вода, медикаменты, топливо и электричество. Решение о предоставлении гуманитарной помощи часто было условным и зависело от давления со стороны международного сообщества или США. Несмотря на некоторые улучшения, МУС считает, что объемы помощи оставались недостаточными, что привело к серьезным гуманитарным последствиям для гражданского населения. Израиль полностью отвергает ложные и абсурдные обвинения Международного уголовного суда, предвзятого и дискриминационного политического органа. Нет войны более справедливой, чем война, которую Израиль ведет в Газия 7 октября 2023 года, когда террористическая организация Хамас совершила кровавое нападение и самую масштабную резню против еврейского народа со времен Холокоста. Ордеры были выданы после того, как досудебная палата МУС признала наличие обоснованных подозрений в причастности Натаньяху и Галанта к этим преступлениям. Обвинения включают использование гуманитарных ограничений как формы коллективного наказания, что нарушает международное гуманитарное право. Добрый день! Мы специально следим за этой драмой. Международный уголовный суд в Гааге в последний момент выпускает заявление с ордерами на арест Натаньяху и Галанта за преступления против человечности и военные преступления. Решение МУС вызвало противоречивую реакцию в мире. Некоторые западные страны выразили поддержку суду и готовность исполнять ордер, если фигуранты попадут на их территорию. Другие, напротив, осудили такое решение, считая недопустимым приравнивание действий Израиля и Хамас. Израиль, который не признает юрисдикцию МУС, отверг обвинения и назвал их политически мотивированными. Но в Евросоюзе думают по-другому. И это рукотворная трагедия. Не землетрясение, не вулкан, не наводнение. Это рукотворная трагедия. В следующий понедельник гуманитарные операции в Газе, как ожидается, прекратятся. Прекратятся, потому что больше нет еды и топлива. Больницы сами превратились в поле боя. Дома, школы, убежища, мальчики, девочки. Все подвергаются нападению. А как думаете вы? Напишите нам об этом в комментарии. Очень полезно и важно знать ваше мнение по этому вопросу. Стоит ли приравнивать израильских лидеров, лидеров Хамас и Владимира Путина с Львовой Беловой? Шведская полиция начала предварительное расследование по факту двух повреждений кабелей в Балтийском море. Для сбора информации и координации действий полиция привлекла береговую охрану и шведские вооруженные силы. Они анализируют маршруты суден, которые находились в этом районе. Следователи изучают возможную роль китайского грузового судна Ипенг-3. Судно, принадлежащее к китайской компании, прошло рядом с кабелями в момент их повреждения. Коммуникационные линии соединяют Финляндию с Германией и Швецию с Литвой и являются важными объектами инфраструктуры. Ну, конечно, существуют разные виды преступлений, если очевидно, что они каким-то образом произошли и в шведских водах. Теперь мы оказываемся в несколько странной ситуации, в зависимости от того, чему подверглись эти вещи. Повреждению или прерыванию? Нет, сегодня нет возможности каким-либо образом удержать судно. Но в таком случае это можно сделать по взаимному соглашению, особенно с капитаном и компанией. Министр обороны Украины заявляет, что его страна будет защищаться всем, чем располагает. Таким образом, Рустем Умеров не подтвердил и не опроверг информацию о том, что Украина уже применила британские ракеты Storm Shadow по территории РФ. Ежедневно мы подвергаемся артиллерийским обстрелам со стороны русских. До 30 тысяч снарядов в день. Более 100 различных атак. Атак дронов Камикадзе в день. Более 100 различных типов ракет. Гиперзвуковых баллистических ракет в день. Так что это, к сожалению, повседневная жизнь. Мы пытаемся оттеснить врага с нашей территории и не допустить его маневров на нашу территорию и создать буферную зону. Так что мы работаем ежедневно. Это ежедневная работа для нас. И в целом мы наращиваем наши возможности для защиты нашей страны и для создания мер сдерживания, чтобы не позволить им пройти дальше. Комитет по этике палаты представителей США не смог прийти к согласию относительно публикации отчета, посвященного Мэтту Гетцу, бывшему конгрессмену и кандидату на пост генерального прокурора в администрации избранного президента Дональда Трампа. Гетц обвиняется в сексуальных проступках с участием несовершеннолетних. После двухчасового закрытого заседания представители обоих партий заявили, что не достигли соглашения. Следующая встреча по этому вопросу назначена на 5 декабря. Многие сенаторы требуют доступа к отчету об этических нарушениях Гетца перед рассмотрением его кандидатуры. У комитета не было согласия на публикацию отчета. Решение администрации Байдена о поставках противопехотных мин Украине связано с изменениями в тактике России в конфликте, говорит министр обороны США Ллойд Остин. Говорит, что те мины, которые использует Украина, значительно опаснее тех, которые есть у США. Мы можем контролировать, когда они сами активируются, сами детонируют, и это делает их гораздо более безопасными, чем те, которые они создают самостоятельно. Мы говорили с ними о том, как они потенциально могут использовать это оружие, и убедились, что они делают это ответственно, записывают, куда они направляют свои мысли, и убедились, что они используют преимущества самовзрывающихся свойств этого оружия. Так что вы знаете, мы поставляли им противотанковые мины с самого начала, и поскольку борьба развивается, это просто еще один, еще один этап. Но опять же, наша цель помочь им удовлетворить их потребности. Но это решение вызвало рискую критику со стороны международной правозащитной организации Amnesty International, которая назвала его опрометчивым, и призвала администрацию пересмотреть этот шаг. Это опрометчивое решение, и глубоко разочаровывающий шаг назад для президента, который когда-то признавал, что мины увеличивают риск нанесения вреда гражданским лицам. Удручающие и, честно говоря, шокирующие, что президент Байден принял столь значимое и опасное решение как раз перед тем моментом, как его наследие на государственной службе будет окончательно закреплено в истории. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это очень важно, но и не забывайте про кнопочку суперспасибо, ведь так вы можете нас поддержать. У меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.